Диспансеризация после 40 лет ежегодно. Минздрав России ввел новые стандарты. Теперь любой гражданин с 18 лет может пройти либо профилактический медосмотр, либо диспансеризацию. Что изменилось в порядке проведения диспансеризации, узнавала моя коллега Наталья Мальчикова. Проверить свое здоровье за 40 минут легко, утверждают те, кто это уже сделал. Была невероятно удивлена, что мало очередей, вообще их нет. Я прошла диспансеризацию за 40 минут. Для начала специалисты предложат пройти специальное анкетирование. Это нужно для того, чтобы врач мог направить при необходимости на дополнительные обследования. Кстати, проходят диспансеризацию в той же поликлинике, которой прикреплены. Характер медобследования зависит от многих факторов. Учитывается и пол пациента, и возраст, и род деятельности. Диспансеризацию у нас проходит во всех отделениях общей врачебной практики. Для проведения диспансеризации, кроме 42 участков, у нас имеется еще отделение медицинской профилактики. Пациент приходит в лечебное учреждение, может оказаться у врача общей практики на приеме, может сразу из регистратуры и там начать проходить диспансеризацию, или может подойти сразу в кабинет в отделении медицинской профилактики. Вес, рост, объем талии измеряют также и артериальное давление. Возьмут кровь на анализы на общий холестерин, на глюкозу. Это все входит в обязательный этап диспансеризации. Он включает в себя регистрацию и внесение основных показателей. Второй этап своего рода дообследования. Изменился порядок скринингов. То есть, начиная с 40 лет, предусмотрены 4 вида скрининга на выявление определенных видов злокачественных на образование. То есть, для женщин это маммография, начиная с 40 лет, каждые 2 года. Кроме того, кал на скрытую кровь, тоже каждые 2 года проводится на выявление рака толстого кишечника. Это мазок на цитологию для выявления рака шейки матки. Это женщина с 18 лет и старше каждые 3 года. И, кроме того, предусмотрен скрининг на рак предстательной железы у мужчин в возрасте 45, 50, 55 лет и 64 года. Новые стандарты позволяют охватить больше людей, примерно 50% населения. К 2024 году медики планируют проверить здоровье 70% жителей. По итогам диспансеризации врач определяет группу здоровья. Тем, кто попадает в третью группу, необходимо внимательнее относиться к своему здоровью. По итогам 2019 года у нас прошло больше 215 тысяч человек в диспансеризацию. Из них выявлено хронических неинфекционных заболеваний чуть более 20 тысяч. То есть это основная группа, конечно, это болезни сердечно-сосудистой системы, это злокачественное образование, это болезни легких и сахарный диабет. Врачи уверяют, что основная задача этих осмотров – выявить как можно раньше хронические заболевания и начать лечение. Один раз в два года нужно проходить флюорографию. Также списки при первом прохождении медосмотра ежегодно с 35 лет. ЭКГ. Женщины проходят осмотр на маммографе. Этот аппарат позволяет четко и безошибочно выявить малейшие изменения в груди. Маммограф. Снимаем молочную железу во всех проекциях, когда в двух, когда в трех. Потом врач осматривает снимки и описывает их. Игнорировать диспансеризацию себе дороже, тем более, что медосмотр бесплатный. Прийти к специалистам можно в любое удобное время до 20 часов вечера. Врачи принимают и по субботам. В первую субботу месяца – единый день диспансеризации. А когда вы проверяли свое здоровье? Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, Республика.